кейн энтертейнмент представляет приветствую всех на моем канале с вами кейн в сегодняшнем видео у меня японский легкий крейсер 10 уровня мастер йода шутка на самом деле хотел начать видео с позитивной ноты про не очень позитивный крейсер погнали в этом видео я расскажу про преимущество легкого крейсера японии хотя больше всего речь пойдет про его недостатки также я расскажу про мой выбор перков и модернизации про свою тактику игры на этом крейсере и поделюсь своим мнением про ветку этих крейсеров в целом начнем с живучести базовое количество очков боеспособности 55 тысяч 300 в предыдущем видео про предшественника такахасе я говорил что куплю в адмиралтействе командира takeo suzuki за 35 тысяч угля с бафнутым навыком мастер борьбы за живучесть который добавляет 5000 очков боеспособности теперь этот легкий крейсер является самым жирным в своем классе на данный момент в игре я думаю в ближайшие пару лет вряд ли кто-то его сдвинет солидному запасу очков боеспособности в 60 тысяч позавидует половина тяжелых крейсеров на уровне и это безусловно большой плюс но дьявол кроется в деталях растерять эти 60 тысяч очков боеспособности йода может очень быстро из-за своих внушительных размеров и слабого бронирования палуба толщиной 30 миллиметров а все остальное по 25 цитадель расположена над уровнем ватерлинии и не имеет хорошего толстого брони пояса сама цитадель очень огромная как и крейсер по которому не трудно попасть даже самому косому игроку на сервере и как возможно вы заметили с самого начала боя я пытаюсь вести огонь по противникам через острова держу дистанцию чтобы была возможность скрыться от прямого столкновения с противником который может меня серьезно наказать если я совершу ошибку попал я на карту спящий гигант резнулся по центру карты и пытаюсь вести свой бой на точке а поскольку это самый безопасный фланг для моего крейсера между мной и противником два огромных острова которые я смогу с легкостью перевешивать своей артиллерии этот фланг как нельзя лучше подходит для этого крейсера хотя это и легкий крейсер но скорострельности у него нету и поэтому эффективнее всего он набивает урон делая залпы со всех орудий по линкором противника между вершинами островов пока линкор развернет свои орудия я уже скроюсь за вершиной острова и буду не в простреле для него таким образом я планирую курсировать вдоль этого острова и настреливать по тем противником которые будут мне видны но к сожалению три моих союзных линкора сутся подойти ближе и плавают как говно где-то позади меня мой крейсер крайне плохо держит удар поэтому я рассчитывал на то что мы союзные линкоры вступят в перестрелку а я буду их поддерживать но к сожалению план не удался поэтому я спешно оттягиваюсь с этого фланга попутно настреливая по противникам артиллерия играет решающий фактор выбора тактики игры на этом крейсере из-за большого количества орудий низкая скорострельность и в ближнем бою любой скорострельный крейсер легкий или тяжелый например демоин или вустер разберет йода очень быстро калибра артиллерии 150 миллиметров расположенных в шести трехорудийных башнях с огромным временем перезарядки в базе 12 с половиной секунд с модернизацией в шестом слоте орудия главного калибра это время можно уменьшить до 11 секунд что все равно слишком много для легкого крейсера и это огромный минус из приятных моментов этой артиллерии скорость поворота башен 6 и 9 секунд быстрее только у минотавра это с учетом модернизации в шестом слоте которая уменьшает время поворота башен на 13 процентов мне иногда кажется что такая скорость поворота башен сделано для того чтобы занять позицию за островом по центру карты и вести огонь по противникам которые находятся справа и слева от меня с учетом дальности стрельбы 18 километров на некоторых картах реализовать такой геймплей можно но это будет очень скучно и опасно ведь стоящий на месте крейсер очень легкая мишень альфа фугасных снарядов две с половиной пищи точно такая же как и у александра невского но у него калибр 180 миллиметров у устера калибр 152 миллиметра у него альфа 2 200 так что с учетом калибра японцев 150 миллиметров у него повышенные альфа фугасных снарядов шанс на поджог самый низкий 10 процентов по сравнению с 12 процентов у вустера и 13 у александра невского с учетом количества стволов целых 18 штук я думал этого будет достаточно для того чтобы каждым третьим залпом вешать на линкор пожар но к сожалению этого оказалось недостаточно но в принципе йода неплохо поджигать немецкие и японские линкоры которые как на мой взгляд больше всех подвержены возгорания альфа бронебойных снарядов самое слабое среди веточных легких крейсеров с калибром 150 180 миллиметров альфа бронебойных снарядов йода 2 850 стандартная альфа 152 миллиметровой артиллерии как у вустера и минотавра 3 200 у александра невского 4 450 но это советский крейсер и у них у всех хорошие бронебойные снаряды я уже делал обзор на александра невского где и сказал что его лучше реализовать на бронебойных снарядах который вынимает нехилый урон с крейсеров и линкоров но многие были не согласны и поставили мне дизлайки спасибо за ваше мнение я оценил вот вам фрагмент с другого боя где я под прикрытием циклона смог подкрасться к авику и залепить ему бронебойные снаряды прямо ему в борт не то чтобы я сильно удивился но вытащил я с него 13 цитаделей с учетом количества стволов это нормально просадила его на 40 тысяч этим сочным залпом но смотрите если бы альфа бронебойных снарядов было больше например стандартная 3 200 то шанса выжить у него не было бы поэтому если докачать из до этого крейсера будьте внимательны по кому и какими снарядами стреляете потому что может быть такие случаи как мой где я рассчитывал схлопнуть авика но не тут то было торпедное вооружение могло быть одним из лучших на уровне среди крейсеров ну конечно же кроме паназиатов с ихними глубоководными торпедами мало кто может тягаться дальность хода такая же как и на предшественники 15 километров урон просто космический 23 тысячи семьсот шестьдесят семь и это без навыка командира увеличенный заряд взрывчатого вещества торпед который увеличивает урон на 15 процентов скорость хода 60 узлов не слишком высокая но ее можно увеличить если я правильно почитал до 66 узлов с помощью навыка командира торпедист и модернизации в третьем слоте торпедные аппараты мод 1 смотрите как сочно мой крейсер впитывает урон от фугасов и это с учетом того что я играю довольно таки аккуратно и сдержанно если бы я пошел на открытую воду там меня бы разобрали очень быстро время перезарядки 100 секунд который можно уменьшить с помощью навыка командира мастер перезарядки торпед и модернизации в шестом слоте торпедные аппараты мод 2 до 75 секунд у йода по два четырех трубных торпедных аппарата с каждого борта если упороть этот крейсер в торпеды то он будет весьма эффективно закрывать проливы и направление для продавливания противником артиллерия достаточно точная чтобы пожертвовать модернизация в третьем слоте системы наведения я в такой сборке не играл поскольку на крейсерах я предпочитаю играть больше от артиллерии и есть один недостаток этих торпед это ихняя заметность 1 и 7 километра с учетом скорости ходов 60 узлов крейсерам и эсминцам не составит труда от них увернуться но есть большая вероятность что их поймает линкор если их никто не обнаружит заранее или это немецкий линкор и у него есть гидроакустический поиск что меня порадовало в этих крейсерах это средство противолодочной борьбы стандартный авиаудар как на большинстве крейсеров 8 километров два звена по две бомбы с хорошим уроном 4900 это однозначно плюс этих крейсеров потому что есть ряд других крейсеров не только легких но и тяжелых у которых нету авиаудара глубинных бомб но зато у них есть бомбы которые сбрасываются с кормы как у эсминцев и для того чтобы это сделать нужно находиться прямо над подводной лодкой что будет крайне тяжело сделать особенно когда по вам стреляют линкоры среди всех крейсеров в игре легкие крейсера являются лидерами в параметре пву и мастер йода лучше из лучших среди них в некоторых параметрах например давайте возьмем 4 легких крейсера с максимальной дальностью пву 6 и 9 километра и сравним у кого из них она сильнее начнем с ближней ауры у йода урон 151 единица на два с половиной километра у минотавра 119 у вустера 144 у обоих дистанция 2 километра у александра невского ближняя аура отсутствует вовсе в средней ауре йода уступает всем даже невскому причем сразу в обоих параметрах дальность на пол километра меньше и урон самый низкий 224 единицы на три с половиной километра минотавра занимает первое место затем вустер и невский и замыкает японский йода а вот в дальней ауре йода возвращает себе лидерство самый сильный урон среди легких крейсеров 204 единицы за ним идет невский со своими 179 единицами урона затем минотавр и вустер 133 и 137 но также в дальней ауре есть один очень важный параметр это разрывы пву у вустера и минотавра по 6 разрывов с самым высоким уроном 1890 у невского и йода по 8 разрывов с уроном 1680 я не часто играю на плоских но по моему опыту могу сказать чем больше разрывов тем сложнее их облететь когда вы заходите на два корабля у которых по 6 разрывов по-любому один а может быть и больше точно зацепите так что я бы делал ставку на количество разрывов а не на урон ведь если у вас есть средний и ближний аура с мощным уроном то когда плоский до вас долетит самолеты будут уже сильно под накоцаны и скорее всего что вы их собьете я бывает часто страдаю в боях от курятников которые просто упарываются в меня несмотря на то что я постоянно играю с заградкой если на корабле есть возможность ее взять на минотавре она отсутствует вовсе на вустере она есть постоянно на невском и йода есть выбор между гапом и заградкой разумеется я катаю со вторым во время активации заградительного огня пво усиливается постоянный урон на 50 процентов и урон в разрывах на 300 процентов с таким усилением урон уже не сильно раляет потому что разница будет небольшая у невского и йода под заградкой урон в разрывах будет 5040 а у вустера 5670 что как бы не сильно отличается и в такой ситуации больше раляет количество разрывов который авик не сможет облететь залетев пару раз в такие разрывы он точно потеряет половину хп своей эскадрильи ну и как я говорил если вы будете находиться рядом с каким-нибудь кораблем у которого есть хотя бы 45 разрывов то отбиться от авианалета не составит труда по маневренным параметрам сравнивать можно только с невским потому что вустер и минотавр уступает в скорости на один узел но радиус циркуляции у них на 200 метров меньше у невского радиус циркуляции 940 метров у йода 930 максималки хода 36 узлов у невского и 34 у йода с флажком sierra mike 35 и 7 узла у нашего мастера йода время перекладки рулей 9 и 2 секунды у невского 9 и 6 секунд у йода с модернизацией в четвертом слоте рулевые машины по модернизации в первом слоте основное вооружение во втором защита машинного отделения в третьем система наведения четвертом рулевые машины в пятом система маскировки в шестом орудия главного калибра во втором слоте я рекомендую брать защиту машинного отделения поскольку на этих крейсерах почему-то часто критуются рули и двигатель по крайней мере у меня было именно так а такой огромный неповоротливый крейсер оставшийся без двигла и рулей просто жертва для любого линкора в четвертый слот я взял рулевые машины для комфортной игры потому что не мог привыкнуть при игре на девятки к таким тугим рулям но хочу сказать что по ощущениям даже с модернизацией все равно маневренности не хватает так что делайте выбор для себя сами что для вас более полезно вовремя набрать ход или же быстрее отвернуть по маскировке может конкурировать с лидерами в этом параметре заметность минотавра 9 километров заметность в устро 9 и 8 километра заметность йода 10 километров заметность невского 12 и 8 километров что очень некомфортно сказывается при игре на нем и еще один недостаток александра невского в том что он обнаруживается самолетов с дистанции 8 и 4 километра то есть если плоский заметит его он может просто не влетать в его ауру пву что является недостатком данного крейсера так что йода весьма комфортный крейсер во многих параметрах кроме своих огромных габаритов по навыкам командира первое что я взял из последних сил приоритетная цель мастер борьбы за живучесть мастер маскировки последние очки навыков я планирую потратить так отчаянный увеличенный заряд взрывчатого вещества торпед мастер перезарядки торпед или же второй вариант который может быть я применю если буду играть в большинстве случаев от артиллерии это тяжелые осколочно-фугасные и взрывотехник но тут все под большим вопросом потому что в ближайшее время играть на этом крейсере я точно не буду так как он мне не нравится больше чем любой из веточных крейсеров на данный момент в игре может быть если его в будущем апнут и он станет более-менее комфортным тогда я его прокачаю после ряда таких боев я пошел поиграть на других легких крейсерах на вустере и на невском на них результаты были гораздо лучше и приятнее по ощущениям скриншоты у вас на экране это подтверждают ну а на этом у меня все всем спасибо за просмотр и подписывайтесь на мой канал если еще не сделали это поставьте лайк если видео было полезным или интересным вам не сложно а мне приятно с вами был кейн до встречи в новых видео